здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня у нас 13 ноября сделаю обзор среднесрочный по таким инструментом как евро доллар индекс доллара фунт доллар и золото видео обзор выйдет на как на моем канале так и на канале моих партнеров компания маркет но моим youtube канале она быстрее выходит на канале моих партнеров по возможности до как загружается поэтому подписывайтесь по возможности на мой канал также дальше сегодня я хотел затронуть такую тему как обсуждение вариантов движения евро доллара с целью 120 а возможно 125 до сейчас обсуждается много информации идет по поводу того как победил трамп на выборах что как аналитики считают что будет более скажем агрессивная политика фрс то есть меньше будет понижение ставок в ближайшее время там в этом году в следующем году да плюс те обещания которые трамп ранее давал по поводу снижения налогов увеличение пошлин до для китая и так далее что это повлияет более агрессивно на доллар американский он будет крепче да такие сценарии возможны но я как гласить теория доу больше анализирую график с точки зрения графически да то есть что цена учитывают все моменты что было в будущем чтобы что будет будущем что было в прошлом и так далее да поэтому сейчас я на графике покажу вам помимо этого всего у нас есть еще моменты с инфляцией до инфляция ожидается что сегодня выйдут данные немножко выше чем ранее ожидалось то есть имеется ввиду что инфляция немножко подрастает нету вот этого уже нисходящего такого нисходящей тенденции по инфляции она немножко покажет рост за октябрь и плюс 0 2 процента в годовом выражении там с 2 и 6 до 2 и 8 если не ошибаюсь по цифрам да возможно у нас краткосрочно еще доллар укрепиться и так далее там плюс минус немного есть сценарий что он чуть чуть более сильно укрепиться я сейчас на графиках покажу но среднесрочно у меня позиция на рост евро доллара на рост фунта на снижение индекса доллара конкретно я работаю с евро долларом по поводу точек ходы сказать что прямо сейчас развернулись этого нельзя сказать я буду ждать модели которые будут сигнализировать об развороте по евро доллару тоже на графиках покажу такое небольшое вступление что вы понимали о чем мы будем говорить так давайте конкретно перейдем графиком итак я эту позицию в принципе транслировал весь 2024 год я говорил что мы по евро будем хорошенько расти целился на 1 15 и выше да мы в принципе делали 1 12 и дальше не смогли пробить и пошли на очередную коррекцию то есть что имеется ввиду глобально у нас вот этот графики евро доллара он практически за последние такие три года до полноценных у нас ну почти там два с половиной года 22 23 24 ну почти три года точнее там два с половиной у нас здесь образовалась такая фигура у тех анализе есть как флаг то есть у нас получается у меня модели это по-другому называется корень по моей стратегии то есть что мы имеем мы имеем вот здесь импульс импульсное движение которое началось осенью 22 года дальше вот это все движение которое происходит последние два года ровно это коррекция и мы с этой коррекции должны уходить в сторону импульса то есть мы должны уходить 115 это такие мелкие цели я целюсь на 120 и возможно 125 я такой вариант не исключаю что что мы можем уйти к максимумам которые у нас были там двадцатом году вот вот эти все максимумы мы можем до них добить поэтому это будет как мне кажется очень хорошая возможность чтобы на этом заработать давайте поговорим сейчас более локально и так я в принципе весь двадцать четвертый год вот здесь евро покупал был неплохой рост да не прям такой сильный около 500 пунктов мы всего давали движение по фунт доллару там были более сильные движения более интересная пара но она в принципе читается и более волатильный я думал что мы сразу будем идти но рынок скажем сколько он будет накапливать вот это всегда остается вопрос как видим рынок еще раз пошел тестировать вот эти важные зоны поддержки это в районе 106 как раз мы сейчас тестируем и возможно мы пойдем еще тестировать 10450 и там чуть ниже я рассматриваю первый сценарий что мы где-то на уровне 106 плюс минус возможно сложным выносом остановимся и пойдет разворот евро глобальный вверх это первый сценарий на желательно есть несколько вариантов покупки с текущих это такие агрессивные покупки консервативные и надежные это при форме после того как сформируется модель на разворот в данной зоне поддержки 106 то есть модели разворота могут быть разные я ранее у себя на канале ю тубе рисовал модели которые указывают на разворот тренда на окончании вот этого движения которое у нас длится практически последний месяц это первый сценарий второй сценарий мы еще отсюда не будем расти еще протестируем 104 50 то есть такой сценарий я не исключаю поэтому если вы допустим выбрали агрессивную сторону покупать евро доллар секущих имейте ввиду что такой сценарий просадки еще имеется и чтобы у вас хватило маржи для такого трейда такой позиции здесь все очень понятно конечно всегда существуют моменты что аналитик трейдер он может ошибиться и я здесь глобально ошибаюсь у нас глобально двойная вершина и мы улетаем по евро доллару на паритет 100 хотя такой сценарий в принципе он еще не будут отменять того сценария которым я говорю поход на один двадцать один двадцать пять потому что у нас импульс начинался с 1 точнее с 0 96 96 с половиной начало импульса поэтому паритет мы можем еще сделать этот вариант не исключаю хотя я такие сценарии скажем они крайне маловероятно хотя не нужно исключать это трейдинг это рынок все возможно поэтому по евро доллару я свою позицию изложил она в принципе в двадцать четвертом году не меняется в глобальной перспективе что касается индекса доллара здесь та же самая ситуация просто зеркально смотрите у нас индекс доллара то же самое вот есть импульс у нас есть большое накопление и мы сейчас плюс минус текущих максимум можем кольнуть еще сто шесть и три но не должны как вариант уже без обновления сто шесть и четыре вот этих максимум поэтому здесь кто торгует индекс доллара напомню в компания маркет индекс доллара возможно торговать без свопа да если вы торгуете евро в длинную то там будут хорошенькие свопы насчитываться или там других брокеров аналогично а вот по индексу доллара такой возможности нет этих свопов и поэтому можно более выгодно удерживать свои среднесрочные позиции вот такой сценарий а уже после того как евро достигнет там 121 25 индекс доллара перспективе там 090 точнее 95 и так далее вот в таком случае там долгосрочной перспективе дальше я буду снова ждать и на рост доллара возможно это уже начнется после каких-то глобальных катаклизмом которые ожидают двадцать пятом году там военные конфликты экономические моменты они будут я так думаю посмотрим то есть время покажет будем корректировать свои прогнозы и так далее поэтому вот евро и индекс доллара в принципе зеркальные моменты фунт доллар аналогично здесь ситуация чуть графически отличается но я думаю что на вот нас по фунту принципе аналогично был импульс и вот такое восходящее немножко другой формат коррекции вот таком вот таком движении и поэтому по фунту тоже мы где-то плюс-минус на какой-то точке разворота где-то в этой области возможно будет разворот я пока фунт не покупаю то же самое евро то есть вы должны понимать что для консервативной надежной точки входа что по футу что по евро должно сформироваться разворотная модель вот я помню здесь хорошая была по фунту мы покупали здесь просто отличная модель вот здесь было посложнее модели разворота поэтому лучше скажем так консервативный к этот момент рассматривать но глобально аналогично по фунту движение на 1 40 на 1 42 возможно 1 45 мы покажем в двух словах еще что касается золота по золоту и аналогично рассматриваю что вот это падение после победа победа трампа она скажем коррекционная в принципе еще ранее говорил что по сравнению с победой трампа в шестнадцатом году золото падала тогда на где-то восемь процентов в течение месяца мы в принципе тоже самое получили вот у нас с 2 750 на 2 600 150 долларов ну почти восемь процентов так скажу чуть меньше может еще чуть подпадает в район там две пятьсот пятьдесят две пятьсот такого и не исключаю но в глобальной скажем перспективе по золоту аналогично вот это движение я рассматриваю как коррекционно и когда закончится эта коррекция когда появится модель я буду покупать золото с целью 3000 и выше 3500 возможно четыре тысячи долларов по золоту с чем это связано я думаю что сейчас это временная такая коррекция выносят пассажиров лангистов по золоту и дальше снова возобновиться после очередных проблем в мире они в принципе только будут нарастать как вариант может могу ошибаться но по золоту я рассматриваю только рост после завершения коррекции принципе на моем youtube канале я ранее проводил момента как заканчиваются коррекции маленькие сильные и как их стоит покупать в принципе сегодня такой обширный анализ у меня получается и конечно что дальше я буду уточнять когда они уже появятся эти сигналы но это вам просто как такая дорожная карта как я ожидаю среднесрочный рынок рост евро доллара ослабление доллара по всем фронтам и рост золота с такими хорошими целями я золото уже давно сижу в покупках долгосрочно этому вот эти маленькие коррекции на 100 на 150 долларов 200 они скажем не играть большой роли на этом все будут возникать какие-то вопросы пишите в комментариях также у вас под в описании под видео будет ссылка на мой проект кухты капитал там будут мои контакты пишите по всем вопросам всем удачи я думаю что возможно мы еще пятницу встретимся уже после оглашения вот данных по потребительской инфляции по промышленной который будет четверг и уже если получится в пятницу с артемом на битве аналитиков немножко сместилась на этой неделе обсудим рынке что у нас такого интересного поменяется возможно возможно инфляция не так сильно вырастет возможно сильно но глобальная думаю ситуация не поменяется всем удачи пока пишите свои вопросы свое мнение возможно вас свое мнение есть фундаментально технически волновой анализ еще там какие-то анализы вульфа и так далее можете писать всем пока удачи